Я приветствую всех, кто сейчас меня смотрит и слушает. Дорогие друзья, теперь вот, как обычно, давайте поговорим о событиях, которые только что произошли. Ну и, конечно же, еще и хотелось бы мне ответить вам на заболевшие вопросы. Много вы их присылаете. Большое вам спасибо, друзья, что вы комментируете те события, которые мне приходится освещать вот на двух своих каналах, но особенно вот на последнем Павел Глоба ТВ, который вы сейчас смотрите. И большое спасибо еще раз хочу сказать вам за ваши лайки, за комментарии, очень интересные комментарии. Вот некоторые из них мне хотелось бы как раз сегодня осветить. Ну, хотел бы также отметить, что сейчас как раз черная луна, так называемая, а это демон-искуситель нашей судьбы по авистийской системе астрологии, или по-другому физически это апогей лунной орбиты находится в так называемом королевском градусе льва, что обозначает, в общем-то, некий такой вот беспредел, который могут организовать там власти. Вообще это проверка и искушение на какие-то сверхвозможности, особенно возможности связанные с властью, с таким вот активным образом жизни, с воздействием на других. Это лев, это театр. Кстати говоря, очень многие, возможно, актеры, деятели культуры могут проявляться совершенно негативным образом. Все это основано на методиках авистийской астрологии, которые я, по сути, разработал и воскресил еще 45-46 лет назад. Вот я им предлагаю возможность проанализировать события, которые у нас сейчас происходят, и на основании этого анализа еще и заглянуть в будущее, построить некую такую вот дорожную карту нашей судьбы на ближайшее время, на основе вот этих вот самых методик. Разумеется, нет здесь претензий на истину последней инстанции, даже предпоследней нет такого желания выдать вот эти все эти прогнозы за то, что все обязательно будет и по-другому никак. Дело в том, что будущее творим, в общем-то, во многом мы сами. Скажем, у нас есть некая заданная программа, которую можно прочитать на небесах, но эта заданная программа, в общем-то, реализуется в зависимости от наших поступков. То есть мы можем носить некую коррекцию. На этом как раз и основаны астрологические методы, методики. Итак, кроме всего прочего, мы сейчас находимся на таком переломном витке. Скоро, буквально через несколько дней, через три дня, планета Сатурн, очень важная для многих людей планета, особенно для России, потому что Россия связана именно со знаком водолегии. Сатурн находится по традиции так называемой обители. Итак, планет Сатурн переходит в знак рыб, и это очень важное время. Этого я посвятил целый ролик, скоро вы можете посмотреть его на параллельном канале Института Павла Глобы. Но в данном случае 7 марта, а накануне 8 марта, накануне женского дня, как раз Сатурн туда переходит, этот зодиакальный знак рыб, который является последним из всего зодиака. И совпадает в данном случае это с иудейским праздником Пури. Так что, видимо, для еврейского народа и для государства Израиля это будет очень важное время, время серьезных испытаний, а также осознание своей собственной такой серьезной, может быть, даже тайной цели в течение двух с небольшим лет. Тем более, что как раз время, которое сейчас у нас, мы сейчас наблюдаем, это время так называемого израильского поля, которое где-то вот в середине рыб, согласно традиции, где-то и находится. А сейчас по этому израильскому полю проходит солнце. Ну вот, итак, давайте мы с вами перейдем к вопросам. Много очень комментариев. Еще раз большое спасибо вам, друзья, за то, что вы там так горячо откликаетесь на мои сообщения, на информацию, которую вы получаете в этих стримах. Итак, по поводу недавнего как раз моего сообщения о презентации так называемого молодежного объединения под названием ЧВК Рёдан, связанного с японским аниме, мне много вот как раз пришло комментариев. Хотел бы прежде всего начать с этого, поскольку молодежь – это наше будущее, реальное будущее, поэтому вот давайте про него поговорим. Мне сказали, что ничего там такого нет, вот комментарии такие, что это наоборот их травят какие-то там гопники или другие организации, вот, и что это слишком большое преувеличение. Ну, можно было бы сказать и так, если бы ни одно обстоятельство. Я же в это все особенно не вникал, вообще все мои комментарии, они основаны все-таки на неком таким космическом, звездном и планетарном расположении, связанном с определенными событиями. Вот на чем основаны все мои комментарии в системе аминстической астрологии. Так вот то, что так называемое ЧВК Рёдан проявилось как раз на границе «Водолеи и рыб» очень четко как бы связывает ее деятельность, не только ее деятельность, а будущее, не только ее, но и всего того, что за ней стоит с нашей страной, с историей нашей цивилизации, потому что туда попадает так называемая стрелка космических часов или прицессия виседнего равноделствия. Так что эта ЧВК может быть более серьезная, чем все остальное. А также я посмотрел этот гороскоп, который был на первое появление, был немножко раньше, все это я попытался исследовать, и пришел к такому выводу, что есть здесь действительно аналогии с книгой, заменитой очень интересной книгой «Братьев Стругацких» Аркадия Бориса под названием «Гаркильев». Много здесь записок в связи с манифестом политической партии, о революциях, ну я уже об этом говорил. И смотрите мой еще комментарий к прохождению Плутона по Водолею, материал конференции, которая была в июле прошлого 2022 года, там очень многое об этом сказано. Так что не добавить, не убавить. Плюс космические циклы свидетельствуют о том, что если действительно революция будет, то она начнется в какой-то одной отдельно взятой стране, на которой будут равняться другие страны, и дальше пойдет как круги по воде. Потому что наступила эпоха Водолея. А в эпоху Водолея как раз все становится глобальным. Не где-то локализуется в одних каких-то между собойчиках, каких-то тайных обществах, где все потом превращается неизвестно во что, а становится глобальным, потому что информацию уже не удержать. Это эпоха Водолея, воздушного знака, связанного с какими-то проявлениями ноу-хау и каких-то совершенно неожиданных открытий, эвристики. Вот оно в принципе так и будет. И начнется все это как раз с событий 2024-2025 года. Потому что это совпадает с подъемом солнечной активности. Читайте Чижевского. У него там все это хорошо написано, гелиобиология. Действительно очень многие события, связанные с подъемом, в том числе народных масс и с желанием перемен больших, происходят как раз во время подъема солнечной активности. Что мы будем наблюдать в 2025-2026-2027 году. Что совпадет и с другими циклами. Будем на этом наблюдать. А то, что если революция будет, она будет не цифровая, она будет не по довозским форумам, не по, скажем, изменениям лица капитализма. Звериный оскал, который сменится с такими очень доброй внешней маской, под которой будут таиться те же самые волки, может быть, еще более страшные. Это будет совсем не так. Это будет смена именно системы. А дальше смотрите по Ивану Антоновичу Ефремову. Пик этого всего будет где-то 21-й пик 2025-2027 год, а потом где-то конец 30-х годов. Я об этом уже говорил. Так что если будете писать, дорогие друзья, что вы думаете по этому поводу, пишите. Я готов буду ответить на эти вопросы. Правда, мне здесь по Ивану Антоновичу Ефремову тоже написали еще один комментарий о том, что он был не таким светлым человеком, что у него были какие-то похождения по женщинам и так далее. Но видите, все-таки по женщинам это раз. Второе, то, что, в общем-то, конечно, он не безгрешен, как очень многие люди, не безгрешен. Мы его ценим не за то, что у него были недостатки, а за то, что у него были великие достоинства. Так что, если говорить даже о Ефремове, можно кого угодно, конечно, и полить грязью, и найти у него всякие там какие-то недостатки, и турные проявления, но в нем есть что-то, действительно, чем он вошел в историю, как раз вот именно об этом мы с вами и говорили, дорогие друзья. А безгрешен у нас только Господь Бог. Даже, по некоторым данным, и ангелы тоже не так безгрешны. Это, я цитирую, одного богослова, очень древнего. Так, теперь следующий прогноз по Крыму и Севастополю. Многих интересует. Могу сказать, что, конечно, в Севастополе я был в свое время, вообще ездил по Крыму не просто вот как туристы, отдыхающие, очень давно еще. А там у меня были и школы еще открыты, в том числе и в Севастополе, и в Симферополе, и в Керчи. Это очень давно, это было в 90-е годы. И я делал гороскоп для Севастополя. Кстати, по некоторым данным, Севастополь был основан даже при учете астрологических как раз прогнозов. По крайней мере, там, то, что Луна была в знаке Стрельца, это, как говорят, по совету, какой-то звездочет астролог того времени. И Марс был в это время в знаке Рыб. Марс в Рыбах, он очень связан позитивно с мореплаванием. А Севастополь был задуман именно как порт. Ну и так далее. У него достаточно устойчивый гороскоп. Однако, если говорить о ближайшем времени, то с конца 2024-го, начала 2025-го года там наступает, к сожалению, критическое время. Правда, сам Севастополь был основан при так называемом Большом Кресте, крестовая ситуация. А это значит, что постоянно возобновляемые в этом регионе могут быть критические события, опасность, время преодоления испытаний, к сожалению, к большому. Так вот, когда оно может в ближайшее время наступить? Это как раз конец 2024-го и до февраля 2025-го года, критическое время. А также еще и май 2025-го года он будет связан с обращением так называемых лунных узлов. Так что в Крыму критическое время еще пока по-настоящему не наступило. И дай бог, чтобы приняли меры безопасности. Вот когда мне пишут комментарии о том, что я там, допустим, какое-то пророчество или какие-то необратимые прогнозы, и впрочем, впоследствии ничего подобного. Если я предупреждаю, значит, есть возможность изменить эту ситуацию к лучшему. То есть у нас, я еще раз хочу подчеркнуть, закодирован только сценарий, только некие такие вероятности и возможности. Их можно развернуть в другую сторону. Самая главная задача астролога найти эти сценарии, показать, когда они могут реализоваться. Ну, собственно говоря, так же, как врач ставит диагноз больному. Если между диагнозом и реальным течением болезни есть разница. Если вам поставили диагноз, значит, вы этот диагноз умрете. Потому что если астролог делает астрологический прогноз, это не значит, что он обязательно должен реализоваться. Это все зависит в том числе и от нас самих. Следующий, еще один вопрос, который мне постоянно присылали. Вот вы все время говорите и говорили про прогноз. У вас был о всаднике на белом коне. И вот мы его не видим. Ну, во-первых, это прогноз был в свое время связан с Василием Немчаным, до сих пор еще не опубликованным. Эта рукопись была найдена мной и моим знакомым еще в конце 70-х, в начале 80-х годов. Ну, как вы понимаете, у меня этого всадника на белом коне в конюшне моей не числится. И поэтому, в общем-то, вопросы к Василию Немчану, у него там нет четких дат, когда это может быть. Но то, что после вот этого данного времени он, по его мнению, должен прийти, это, скорее всего, вот по его мнению, по мнению Василия Немчана, это, в общем-то, вполне очевидно. Ну, очень многие пророчества, он был больше пророком, чем настрологом, во многом сбывались, и нет оснований предполагать, что вот этот прогноз может как-то не реализоваться. Ну, если кто-то не будет очень сильно работать над его неосуществлением. Следующий прогноз по Харькову, это я говорил на одном из своих стримов, посмотрите на канале Павел Глоба ТВ, там это описано, я говорил по поводу того, что в Харькове может быть как раз нынешней весной, где-то, по-моему, в конце апреля, это после сразу наступления затмения, первого затмения, румы 20 апреля, там может быть критическое время, да и может, все это обошлось, и второе самое серьезное, по-моему, это ноябрь, месяц и декабрь, вот этого нынешнего, на ближайшее время смотреть, нынешнего 2023 года. Опять же, зависит вот как раз власть, не только власть имущих, а от нас, для того, чтобы это все, может быть, нивелировать негативные какие-то эти прогнозы. Следующий ряд вопросов связан с Ираном. Вот прогноз по Ирану, говорят, что там могут быть и война, и там протестные движения, да, я все это слышал с прошлого года. Иран, у него есть две даты, которые связаны с его основанием. Нынешний, конечно, Иран, как Исламская Республика. Первая, это 11 февраля 79-го года. В 79-м году это победа Исламской Революции, возвращение Хаминии. А вторая дата, это самая Исламская Республика, ее принятие 1 апреля под знаком Огна. То есть, боится, достаточно у нее гороскоп, если посмотреть. Вот сейчас там Юпитер проходит по знаку Огна. То есть, в общем-то, статус этой республики очень сильно повышен. И власти будут стремиться к максимальному какому-то контролю над многими как раз областями общественной жизни. Что же касается дальнейшего прогноза, то он, к сожалению, в Иране на ближайший год два не такой радужный. Потому что планета Нептун, она пройдет по Марсу и Меркурию. Это будет как раз в этом, в нынешнем и в следующем году. То есть, в общем, тайные силы будут действовать очень активно, размывая общественную жизнь, действуя каким-то тайным путем, чужими руками. Там шпионаж, слежка и вбрасывание каких-то дурных слухов и сплетен, которые многие люди будут вестись на них. Это Нептун по Меркурию, а также Нептун по Марсу. То есть, здесь возможны теракты, здесь возможны даже вооруженные конфликты на границах. И, может быть, беспилотники и прочее. Это уже было. И пик такой может быть как раз где-то летом, в июле месяце, раз с нынешнего года, в конец июня, начало июля, и второе. Это самое важное. Это в конце 2023, начало 2024 года. Так что в Иране все еще только, к сожалению, начинается. И очень многое сейчас зависит от того, насколько власти смогут контролировать там ситуацию. Если не смогут, тогда, увы, к сожалению, дальнейшая, может быть, уже антиисламская революция. Но это будет несколько позже, к 2025 году. Если добавить еще кое-что по Ирану, то как раз можно сказать, что сейчас в Исламской республике Иран в ее гороскопе возвращается в свое место Черная Луна. Она изначально там была в знаке Льва. Прошло уже за это время 44 года. Так что как раз сейчас Иран может стать жертвой черного пиара. И, в общем, там проявятся все вот эти внутренние проблемы, связанные с искушениями, с действиями темных сил. Если Иран сейчас будет, и особенно власти, будут сильно доминировать и побеждать, вот тогда это будет свидетельствовать о том, что Иран идет по темному пути. Если же наоборот, мы сейчас увидим Иран как, скажем, постоянный, так сказать, мишень для обстрелов информационных, и, в общем-то, он будет выставляться как пример некого такого страшного тоталитарного режима, то вот наоборот, тогда можно считать, что он на верном пути. Очень хорошо, когда враги нас ругают, в том случае Иран тоже. Значит, они идут по верному пути. Вот сейчас мы будем как раз это наблюдать, потому что Черная Луна, в чем ее великая сила, в том, что она позволяет проявить и сконцентрировать в каком-то месте вот это вот все искушения, все дурные какие-то проявления нашей натуры, в том числе и в гороскопе государства, если так брать об этом. Хотя, конечно, она показатель темного начала и в нас, и в каких-то общественных событиях, в том числе и в гороскопе государства. Вот это, дорогие друзья, то, что вы мне пишете. К сожалению, это только малая часть из тех вопросов, которые вы мне присылаете и комментариев, которые вы мне тоже здесь как раз на канале оставляете. Большое обязательно спасибо. И что вы думаете по различным поводам, которые я вам сказал, по Ирану, например, буду вам очень благодарен, если вы будете присылать эти вопросы мне. Ну, теперь вот мне хотелось бы еще поговорить немножко об одном юбилее, который был отмечен совсем недавно, 27 февраля, и не у нас, а во Франции. Но, тем не менее, мне хотелось бы отметить этого человека, потому что про него и многие из тех, кто живет в России, тоже в свое время знали. Итак, 27 февраля исполнилось 200 лет со дня рождения одного очень известного историка, философа, писателя французского, которого звали Эрнест Ренан, прославившегося своей книгой «Жизнь Иисуса» еще в 19 веке. Был этот человек очень известным и до сих пор известный во Франции, один из самых ярких и звездных фигур французского пантеона, ну, то есть элиты французской. И вот как раз эта книга, которая наделала большой шум в свое время еще в середине 19 века, дело в том, что в ней как раз впервые, по сути впервые, Иисус Христос был показан не как, скажем, Сын Божий, не как великий, скажем так, даже пророк, а как обычный человек. И исследовался он как обычный человек, без насмешки, без всякого полива такого, без скабрезностей, а с позиции такого академического ученого. Кем, в общем-то, Эрнест Ренан и был? В общем-то, по сути, он действительно был реальным, грамотным, очень специалистом в области истории христианства, в области вообще древней истории, в области гибраистики, то есть изучения древности иудейского народа. Он писал очень много книг на эту тему. Вот я в свое время недавно совсем, хотя читал эту книгу через Иисус очень давно, но недавно вот вышла такая книга, целый большой, толстый том, где все семь его книг по истории христианства под одной обложкой вышли. Вот много там очень интересного. Что там интересно? Интересный исторический как раз контекст. Он пишет действительно на основе источников, правда, правдивое на основе всех исторических источников. Как-то было. Но вот освящение, совсем другое освящение. Он пишет в позиции вольнодумца, не изнутри, не как христианин, не как человек изнутри религии. Он не отрицает чудо, он отрицает очень многие какие-то вот нюансы, которые основаны на христианском богословии. Он пишет о христианстве из позиции просто историка и просто, в общем-то, деятель науки. Хотя сам Эрнан, рожденный под знак обры, вышел из католической семьи, сам был человеком верующим, учился в семинарии, а потом откуда ушел, потом стал академическим ученым, начинал докторские диссертации, преподавал очень много, но, в общем-то, стал специалистом. И вот в данном случае мне хотелось бы подчеркнуть, что он был честным человеком, при нем все говорили, что он действительно честно этим занимался. И вот он написал даже впоследствии книгу под названием «Будущее науки», где считал, что наука должна в конечном счете заменить собой религию и организовать некий такой вот, образовать некий синтез религии. И она способна, наука, разрешить практически все проблемы человечества. И по этим взглядам он был так называемым позитивистом. То есть он считал, что да, самое главное в науке, надо ее развивать. Очень многие и сейчас эту же позицию занимают. Очень многие. Началось все с Ренана. Почему это было и почему он мог стать таким? Давайте посмотрим его как раз гороскоп. А в гороскопе не очень много интересного. Известно точное время его рождения. И если посмотреть его данные, то можно увидеть, что в этом гороскопе сочетание рыб и водолея. Он родился с большим скоплением в знаке рыб, восходящий, а также другие показатели были в знаке водолея. А значит, это человек переходного времени между эпохой рыб и эпохой водолея. Как раз именно тогда идеи вольнодумства, идеи как раз пересмотра многих кажущихся ранее незыблемых таких вот не только теорий, а практически религиозных истин были само собой разумеющимся. Вот Ренан был как раз таким предвестником вот этого пересмотра очень многого того, что было тогда в древности кажущиеся таким постулатами. И, собственно говоря, по гороскопу видно, что человек так называемого первого дома, то есть очень многое он в жизни прокладывал сам, сам был человеком упрямым, человеком серьезным, но у него была в весах, он умел договариваться, действительно умел ладить с людьми. Судя по некоторым данным, он входил еще в масонские ложи, которые ему помогали. Это некоторые данные, другие это опровергают. По крайней мере, он был очень знаковой фигурой для Франции вообще. Может быть, потому что Франция связана с переходом от знака льва в знаки девы, и вот именно там в конце знака льва у него находится белая луна. То есть, в общем, для Франции он, конечно, сделал очень много хорошего, если так говорить. Далее, был ли он прав или был неправ? Конечно, с моей стороны, он был прав, он действительно во многом показал, в том числе и историю христианства, и историю иудейского народа совершенно с другой стороны, но он был реальным специалистом, он просто вкапался, он изучал источники, он был на Востоке, археологические экспедиции у него были в Сирию, в Египет, в Ливан, в Грецию и так далее. Он, в общем-то, был действительно убежден в том, что его дело правильное, но он был специалистом только в области научного подхода и основывал свои знания на некой такой научной в то время господствующей парадигме. Я всегда вспоминаю в этой связи знаменитый афоризм Козьмы Пруткова. Он говорил о том, что специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. В данном случае ко многим специалистам это так же можно этот афоризм в общем применить. То есть они смотрят только с одной стороны и они в этом плане правы. А вот с другой стороны, там где погружение в религию, там где совершенно другие подходы, они этого просто не видят. И в данном случае Эрнестр Эйнам, который связан с знаками рыбого налейя, он проявляет именно вот те самые подходы, в том числе односторонние подходы, которые так были характерны и будут еще характерны для переходного периода от эпохи рыбки после водолея. Вот это мне тоже хотелось отметить. Это очень интересный человек, прожившего 69 лет на этой земле, умершего в почете, в известности и вообще одного из самых знаков персоны. Вообще очень интересно читать его. Книги, потому что они легко написаны, там очень много подробностей, там нет единственного чего, это вот того самого, что является основой для религиозного чувства, для проникновения в религию. Вот этого, к сожалению, нет. Ну, в общем-то, это, к сожалению, не вина. Эрнестр это их беда. Ну, в общем-то, об этом также мне хотелось вам рассказать и отметить его на сотлетие. И вообще, в принципе, дорогие друзья, мы живем сейчас в переходное время, до всего надо находить собственным умом. Хорошее и плохое в каждом человеке есть и в нас самих тоже есть. Ну, в общем-то, надо ценить многих людей за то хорошее, которое они сделали, независимо от того, что у них были и теневые стороны, и на солнце есть пятна. И у каждого человека эти солнечные пятна тоже есть. Но не нужно их раздувать. Так же, как не нужно раздувать и подменять все вот это вот сложности, многообразности любой личности, только то, что он очень много хорошего сделал. Нет, мы всего лишь люди. И о нас надо судить именно как о людях. Поэтому давайте мы с вами сейчас будем думать своим собственным умом, потому что нас в ближайшее время действительно ждут великие дела. Всего вам самого доброго, дорогие друзья. И, конечно, до новых встреч.